здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая здравствуйте все вся наша заграница украина привет и львову большой привет и конечно дания и конечно швеция и конечно бельгия италия вот это все мои подписчики я очень рада и у нас сегодняшняя тема а звучит она совершенно по-русски а чё у вас опилки опилки нельзя вот сейчас услышите почему нельзя а почему нельзя вот представьте себе что вот на этой вот даче никогда в жизни не было навоза и его перегноя никакого не было и не будет если только может быть в коктейле он встретится это в количестве одно ведро на всю дачу на 250 литровую бочку посмотрите на дорожки моей грядок обратите внимание не только на дорожке но и между рядами чеснока стружки опилками я не очень люблю пользоваться а вот стружки не крупные да и крупные тоже перетопчутся это просто идеально почему они на дорожках я ведь на грядке не сыплю опилки и не задавайте мне таких вопросов на грядках у меня только отмульчированная стружками была теплица наверху где были помидоры смотрите засыпаны все абсолютно дорожки и между рядами между растениями чтобы влага не испарялась между между которые засыпаны ну вы же понимаете что в любой дождь в любую грязь я могу совершенно спокойно пройти по этой дорожке не замарал себе обувь ну это же ну ты ж понятно во вторых даже если это свежие стружки и опилки вы же понимаете что с неба льется дождь вашей поливки это тоже вода перемешивается с почвой то из за лето эти опилки либо стружки но только не дсп вот пожалуйста запомните только не дсп дерево натуральное любое можете использовать и вы должны понимать что за лето они сбросят в себя все что не нужно и все время звучит один и тот же вопрос но ведь они же забирают азот из земли вы че совсем уже какой там из земли они забирают они с поверхности почвы забирают азот потому нету и травы заметьте пожалуйста я еще ни разу не полола вот эти межи и не будет ее потому что вон один одуванчик в лес несчастный и еще вон бешеный огурец смотрю торчит остальное все обрабатывается очень легко причем вот переходим сюда земляники моя любимица купчиха она молодец она на черном укровном никакого перегрева нет это все неправда ее полечили хомом у нее листики восстановились стали без пятнышек без ржавчины без всякой но у нее тоже засыпаны стружки около нее и я еще подсыплю а знаете почему да то только потому что усы которые она выбросит они как раз укоренятся в стружках или опилках и они не будут как бы они не выросли они не будут вот их не надо выкапывать понимаете вы их просто аккуратно вытащите перенесете туда где вам надо их посадить либо отдадите другу или продадите а теперь самое главное вот многие из вас предпочитают коровье дерьмо прости господи с ее мочой да соломой все смоченное когда это там подперегнило вы все это вносите в почву а я например видела вот эти вот яму куда сбрасываются все это дерьмо прости господи не знаю как это обозвать куда сливаются солярки трупы собак и животных и так далее я не могу позволить себе это иметь на огороде до химией я пользуюсь минеральными одобрениями до цветы да а почему нет но вот это стружки и опилки когда придет осень мало того что я буду закапывать всю ботву которая вот господь дал на этом участке я еще и перепашу все это вы видели как я умею пахать да я перепашу это же органика да она медленнее работает ну и слава богу что медленнее растения сыты что видно по моим растениям что они у меня голодные да да вот и не видно как раз ну посмотрите какая у меня ягода толстенькая зелененькая цветоносы уже вот выброшенные все уже цветет цветы огромные в этом году вот крупные ягоды она похожа на голодную нет конечно здесь нету перегноя скотского и не будет никогда потому что это идет в пищу уж извините меня поэтому если вы считаете что все что дает скотина это очень полезно а я так не считаю да нужно закапывать глубоко это тоже полезно так вы же не закапываете на 40 сантиметров глубиной заказывайте свой навоз и перегной чтобы медленно оттуда с влагой все поступало а вы ни того не делаете ага запахали сверху у вас все ага заболела лук упал чеснок пожелтел и вы потом начинаете жаловаться я даю вам рекомендации как сделать правильно а вы меня похоже не слышите ну надеюсь я про опилки все рассказала и вы все поняли и всегда запас стружек и опилок у меня есть на следующий год они как раз за год придут в соответствии на этом всего доброго и до свидания